В Азербайджане стартует новый учебный год. Накануне первого звонка Ильхам Алиев открыл не только новые школы, а целый учебный центр. В Азербайджане учебный год начинается с 15 сентября. Президент страны Ильхам Алиев и первый вице-президент Михребан Алиева поздравили азербайджанских школьников с Днём Знаний. Образование является одним из приоритетных направлений государственной политики и национальной стратегии развития Азербайджана. Дорогие школьники, дорогие студенты, уважаемые педагоги и родители, поздравляю вас с тёплым и светлым праздником Днём Знаний. Это старт нового учебного года, начало большой, ответственной и очень интересной работы. Пусть новый учебный год принесёт вам большие успехи в учёбе, интересные встречи и открытия. Станет для каждого школьника, каждого студента, каждого педагога успешным и плодотворным. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и новых достижений. С Днём Знаний вас, друзья! В общеобразовательных учреждениях Азербайджана в новом учебном году будут обучаться более полутора миллиона учащихся. Накануне учебного года во многих средних учебных заведениях Азербайджана был произведён капитальный ремонт и реконструкция, а некоторые центры впервые открыли свои двери. Так президент Азербайджан Ильхам Алиев открыл Бакинский государственный профессиональный образовательный центр. В центре предусматривается подготовка специалистов, организующих производственные процессы в промышленных структурах и способных работать с инновационными технологиями. Также Ильхам Алиев вместе с первой леди Азербайджана Михребан Алиевой приняли участие в открытии нового учебного комплекса на 960 мест средней школы номер 300 в Баку. «В нашем городе повсюду строятся и капитально ремонтируются школы. Эта программа успешно реализуется. Строительство этой школы отражает нашу политику. Внимание к сфере образования проявляется и в создании инфраструктуры». А первый вице-президент Азербайджана Михребан Алиева и вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняли участие в открытии детского сада в городе Исмаилы. А затем посетили знаменитое русское село Ивановку в Исмаилинском районе страны. Село основано в 1840 году в результате переселения крестьян Малакан из средней полосы России в Закавказье. Жители села Ивановка встретили Михребан Алиеву хлебом с солью. «Очень рада быть с солью. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Ивановка. Вам каждый раз приезжает с огромным удовольствием». «Здравствуйте. Добро пожаловать. Отведайте наш каравай. С удовольствием. У вас всегда все вкусно». Еще национальный лидер Гейдар Алиев с большим вниманием и любовью относился к жителям Ивановки. Гейдар Алиевич разрешил жителям Ивановки сохранить единственный колхоз в Азербайджане. Он действует до сих пор. Ихам Алиев также поддерживает село, где несколько веков живут преимущественно Малакане. В прошлом году по распоряжению президента были выделены средства на капитальный ремонт Дворца культуры. Михребан Алиева ознакомилась с условиями, созданными во Дворце культуры. «Доставалася казачка с парнем черночуным. Ой-ня-ой-ня-ой-ня-ой-ня». «Спасибо. Это подарок прекрасный. Не только у нас есть хлеб, и есть и песня». «Спасибо. Едем слушать ваши концерты». Руководство Азербайджана поддерживает русскоязычное население не только в Ивановке. В стране действуют русские школы, а также учебные заведения с углубленным изучением русского языка. Филиалы ведущих российских вузов. В России такое уважение к русскому языку очень ценят. «Мы видим и интерес, и, на самом деле, мне кажется, неподдельную любовь в Азербайджане к русскому языку, как к языку, во-первых, страны и народа, которые являются друзьями Азербайджана, во-вторых, как источником, мне кажется, собственного вдохновения, потому что настолько наши культуры взаимопереплетены, что разделять не нужно, да и вредно». В Азербайджане это прекрасно понимают, а вот в некоторых других бывших советских республиках, к сожалению, такой мудрости не хватает.